В груду развален, вот-вот превратится дом Хараки-Эмпер в Меркенском районе Жамбулской области. Так прозвали женщину, мать, которая безнадежно ждала возвращения своих сыновей, погибших на войне. После того, как в 70-х годах прошлого века известная в народе бабушка ушла из жизни, ее маленький дом ни разу не ремонтировали, а недавно его признали аварийным. Теперь на месте объекта сельчане просят построить дом-музей. Появится ли он в ауле Козылсай, узнавала наша коллега Анастасия Сулейманова. В этом маленьком двухкомнатном доме села Козылсай провела последние годы своей жизни Калиапа, более известная в народе как Каракемпер. Так прозвали бабушку односельчане. Она отправила на фронт двух сыновей, Джексенкула и Кошигула. Узнав, что дети погибли на войне, женщина лишилась рассудка. Убитая горя-мать каждый день выходила из дома и подолгу смотрела на дорогу, по которой ушли ее дети. Поэтому Каракемпер – образ одной из несчастных матерей, которые безнадежно ждали возвращения погибших на войне сыновей. Выглядела она неопрятно, за собой не ухаживала, волосы были седые и нечесанные. Калиапа носила старую черную одежду. Когда сельчане узнали, что женщина не может себя обихаживать, они на 5-10 дней по очереди брали ее к себе домой. Когда бабушка ушла из жизни, в ее доме обнаружили старые деньги, которые она собирала для своих сыновей. Боль и страдания матерей военного лихолетия увековечил в песне Каракемпер композитор-певец Алтынбек Куразбаев. А в 90-х годах на окраине аула Жанатоган установили мемориал с изображением женщины, ожидающей возвращения своих сыновей. Кроме этого, в зале славы открыли уголок, посвященный матерям. Историки считают, что дом, где жила Каракемпер, нужно восстановить. Этот объект – часть нашей истории. На фронт из Казахстана ушли больше миллиона трехсот тысяч человек. Из них порядка четырехсот тысяч не вернулись. Матери лишились сыновей, а жены обдавили. Я считаю, что дом, в котором жила Каракемпер, нужно превратить в музей, чтобы сохранить историю для нашего поколения. Дом находится в аварийном состоянии. Крыша давно провалилась, а стены потрескались. По словам сельчан, посмотреть на руины дома Каракемпер приезжают даже из других городов. Поэтому в следующем году в селе намерены приступить к строительству дома-музея. Районные специалисты технадзора обследовали дом и признали его аварийным. Мы планируем снести почти разрушенное строение и на его месте построить новое с ограждением при поддержке спонсоров. По данным местных властей, после как возведут дом-музей, территорию благоустроят. Внутри поставят мебель, посуду и другие предметы быта военного времени. Анастасия Сулейманова, Бахаджан Папаев, Эльдар Байдильда, Жамбулская область, 24 Кизет.